Согласитесь, всегда приятно, когда тебе попадается качественный и доступный товар за умеренные деньги. Речь о кроссовках DVD2 от китайской компании 361 градус. Из сегодняшнего ролика вы узнаете все достоинства и недостатки второй имени модели Spencer NVIDIA. Как и предыдущие кроссовки Spencer, эти также сделали низкими. Не скажу, что я прям фанат их дизайна. Как по мне, он и неплохой, и нехороший. Он просто есть. На момент начала тестирования в интернете появилась доработанная SE версия этих кроссовок, имеющая пусть и минимальные, но все-таки отличия. Возможно, именно эта версия кого-то может заинтересовать даже больше. Абсолютно весь материал внешнего покрытия DVD2 представлен достаточно плотной и грубой синтетикой, имеющей запаянные участки в традиционных местах. Чуть позже расскажу, почему мне такое не по душе. А пока отмечу, что не имею серьезных нареканий к качеству сборки. Да, у нас в ТГ-канале ребята сравнили снимки обычной версии душек для широких масс и кроссовок, которые притащил на паркет сам Spence. К сожалению, отличия имеют место быть. PE-версия для игрока выполнена более богато. Лично мне жаль, что простой смертный не может купить именно те кроссы, в которых играет его любимый игрок. Но эта фишка не только 361-х. По такому же принципу функционирует весь баскетбольный рынок. Помните, как меня бомбило на найковские кроссы от Kairi? На момент написания новости в официальном магазине 361 градус на Алике ценник на кроссовки колеблется от 8 до 8,5 тысяч рублей. Но вот что забавно, сейчас этот магазин не доставляет товары в Россию. Вероятно, это связано с работой официального представительства бренда в нашей стране. Ну и само собой, продукция 361 градус также доступна на Пойзоне. Да, кроссы на тест как раз и представили официалы, за что им огромное спасибо. Вообще, товары этого бренда представлены в крупнейших спортивных сетях нашей страны. Так что при желании найти DVD-2 не составит труда. Небольшая высота этих двоек, минимум набивки и присутствие легких синтетических материалов во внешке явилась причиной их небольшого веса. Во время игры эти кроссовки не ощущаются тяжелыми. Как таковых явных перфораций у этих кроссовок нет. Небольшие округлые отверстия имеются в боковой стенке и в носке. Они выходят под внешний слой. Последний, кстати, имеет сетчатое строение. Это прекрасно видно на увеличении цифрового микроскопа. Благодаря подобной конструкции, жар неплохо удаляется с поверхности стоп и выводится наружу. Вентиляция, конечно же, не топовая. Но и откровенно, потных ног у вас не будет. Как всегда в начале вопрос размерной сетки. Если вы смотрели мой ролик по AG4 SOR, тоже от 361, то помните, как я маялся с выбором размера. Ну что ж, с этими кроссами я попал идеально. Если вы хотите узнать от меня секрет выбора правильного размера, то он прост. Тупо идете в спортмастер или другой спортмаг, официально торгующий продукцией бренда. И меряете там кроссовки. Неважно, даже если это будет другая модель. Так вы поймете свой размер внутри бренда и при заказе, скорее всего, не попадете в просаг. Но если в вашем населенном пункте нет подобного магазина, а бывает и такое, знаю. Тогда, друзья, все очень непросто. Я заказал минус пол размера от своего американского найковского. То есть, если я обычно бегаю в девятке, то тут заказал восемь с половиной. Как-то так, друзья. Двушки предлагают шестирядную шнуровку. Пару петель которой формируют вот эти тесемки. Не совсем понял глубинного смысла данного решения. Вероятно, просто стилистический элемент. DVD2 неплохо обхватывают стопу. Обычно в кроссовках с подобным фитом нога не лозит во время игры. Но в двушках для этого требуется их туго зашнуровать. А иначе небольшое смещение стопы при резком торможении в передне-заднем направлении все-таки возможно. У вторых спенсов низкая посадка. Приемлемый уровень ширины, наличие встроенного пяточного ковша, который достаточно ригиден. Как такового аутриггера у кроссовок нет. Вместо него имеется характерное расширение кнаружи. В середине кроссовок присутствует традиционная пластиковая вставка, препятствующая серьезному скручиванию стопы. Грубый материал внешки и полупрозрачный пластиковый бортик являются неплохим сдерживающим фактором при латеральной нагрузке. Как видите, во время резкой боковой остановки вываливания стопы не происходит. Поэтому я могу смело сказать, что 361 градус DVD2 достаточно надежная игровая модель. В начале ролика я упомянул, что не в восторге от материала внешки кроссовок DVD2. Он грубый и похожий на клеенку. И мало того, что до его полной разбивки по стопе требуется время, так он еще и складки неприятные формирует. Регулярно ощущал их во время игры. Не любитель подобного. Но каких-то других нареканий в плане комфорта у меня нет. У кроссовок неплохой баланс между естественностью и протекцией. Поэтому мы имеем достойный уровень сгибаемости стопы. Да и во время тренировок какой-то излишней скованности у меня не было. Амортизационная система вторых спенсов представлена сочетанием двух главных пен компаний. Более дорогая пена Quick Foam присутствует и в носке и в пятке. Ее окружает более грубая контурная пена Energy X. Мне определенно нравится пена компании 361 градус. Она мягкая, буквально из коробки и не требует времени на разбивку. При этом она неплохо гасит все ударные нагрузки. Так за все время тестирования двушек я ни разу ничего в них себе не пробивал. При этом я не уверен насчет длительности ресурса Quick Foam. Как и все подобные мягкие пены, они теряют свои амортизационные свойства достаточно быстро. Сам, к сожалению, бегаю в этих двушках не настолько долго, чтобы убедиться в этом поочию. Также в плане гашения ударных нагрузок эти кроссовки явно не подойдут массивным бойлерам. Из-за тонкой прослойки пены стопа расположена невысоко над игровой поверхностью. Именно поэтому чувство корта в кроссовках DVD 2 от 361 градус намного выше среднего. Подобное наверняка придется по вкусу быстрым и подвижным баскетболистам. Доставшаяся мне версия кроссовок имеет классическую резину и сложный рисунок протектор подметки. Как и многие другие китайцы, эти двойки демонстрируют классную сцепку с зальным покрытием. Все остановки как в боковой, так и во фронтальной плоскости давались мне легко. Во время игры проскальзываний так же не происходило. Кроссовки неплохо держат удар. После всех зальных тренировок эксплуатацию выдают складки. Да мелкий коцки на пластике. Следы контакта с ногами других игроков. У двушек достаточно плотная внешка, которая должна выдержать длительные зарубы. Ну а что касается аудорного использования DVD 2, то для этого, как мне кажется, у них слишком мягкая подметочная резина. Да и рисунок протектора подметки содержит слишком мелкие детали. Так что я бы, наверное, не рекомендовал тащить их на улицу. Безусловно, 361 градус DVD 2 не идеальные кроссовки. И тем не менее, это достаточно играбельные малые, с такими явными достоинствами, как тракция, носкость, амортизация и надежность. Да, их можно пожурить за простоту. Но по всем основным игровым характеристикам они показывают неплохой результат. Безусловно, это далеко не топ. Но не стоит забывать, что это бюджетная игровая модель с ценником порядка 8000 рублей. И вот эта вот бюджетка предлагает приемлемый для современного бойлера набор характеристик. Я смело могу порекомендовать DVD 2, в частности, легким, подвижным, а также начинающим игрокам. Стопы которых не испытывают сверх нагрузок. В любом случае, это не выбор для массивных ответов. Ребят, для меня это уже вторая игровая модель от 361 градусов. И глядя на них, могу сформулировать определенные наблюдения. Первое. Мне не нравится материал их верха. Возможно, так совпало и не достаются модели с грубой внешкой. Но пока я от него не в восторге. Ну и второе. Кроссовки компании по большому счету играбельные. И не проседают по таким главным критериям оценки. Как амортизация, тракция, носкость и безопасность. А это, согласитесь, уже дорогого стоит. Покупать DVD 2 или нет, решайте сами. Я же напоминаю вам про наши социалки. Желаю играть без травм. Всем удачи и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова